Там ни стволом не обзаводились, ничего. Потому что я просто напомню, что общий товарищ Саша Гороженкин ездил просто обрезом. Я как положено получил какие-то охотничьи лицензии, накупил себе вот этих вот там стволов. Они вот долго лежали, я не знаю, что с ним делать. И как-то что-то дома сидели, думаю, что, слушай, поеду-ка, я сдам. Я приехал, я вызвал, что там прописано было, я приехал в отделение милиции к начальнику. Говорю, что делать? Он говорит, а там новые, новые, какие-то бедные или у меня дорогие какие-то. Я говорю, слушай, забери, мне ничего не надо, только напиши мне, что я сдал. Потому что я не понял, что мне с этим делать. Я охотник, я плохой. Короче, вы никого не убили в 90-е годы. Не заказали. И слава богу. То есть я как-то так. Потом у меня была какая-то история. У меня есть там разрешение на оружие, у меня сейчас оно есть, и разрешение есть. Но я не понимаю, что с этим делать. Сейчас ты это не так актуально. И просто так, достал, стреляй, понимаешь? Это да. Вот для чего это? Александр, у нас еще небольшая тема. К нам приходили разные люди сюда в студию, и некоторые от вас отзывались критически. Ну, и вообще, наверняка, вы сталкиваетесь очень часто с критикой. Да, это понятно и ясно. Все друг от друга очень критически отзываются. Да, да, да. Как вы думаете, вот если положа руку на сердце, вот действительно, есть у вас некоторые черты, которые в работе вам, может быть, мешают, и вы можете сказать, да, я понимаю, почему меня критикуют. Ну, я, наверное, очень жесткий в работе, да, это раз. Во-вторых, я не люблю нечестность, честно говоря. И есть некие персонажи, я, скорее всего, понимаю, о ком вы говорите. Они могли бы прямо вот сесть напротив меня, и тогда была бы другая история. Некая перевернутая картинка. За глаза не как-то. Более того, эти персонажи, они обо всех так вот, в общем, скорее всего, говорят-то. Поэтому вы говорите о ком конкретно, скажите. Ну, у нас был, например, Влад Валов. Ну, это отдельная песня. Вот он рассказывал, да. Никто бы не знал, кто такой Влад Валов, если он встретился с Александром Толматским. А еще кто? А еще у нас кто? Кто у нас еще был? Кто еще был? Ну, мы действительно, Александр прав в том смысле, что... Они друг от друга-то нелестно... Ну, мы же с вами познакомились в конце 80-х, я помню, что у вас проект был с Олегом Газманом. Да, я думаю, что Газманство не очень обо мне будет. Да, из-за денег, я так понимаю, что вы... Ну, какая-то, да. Ну, там я, нет, я там, тут не совсем, там, не до конца деньги, я, примерно, не хочу сейчас это говорить, да. Ну, вы поддерживаете дипломатические отношения? Ну, привет, да, да, ну, конечно, да. То есть не так, что прям руки... Нет, да, да, там с Родионом мы что-то там переписываем. Писываемся регулярно на Фейсбуке, да. А как вы относитесь к тому, когда очень часто, ну, бывшие... Любой талантливый человек, любой талантливый человек, он всегда все вокруг как-то не очень... Ну, да. По всем ровно дышит, да. Смотрите, Аккорд Городецкий написал там книжку «Машина со временем», про машину времени, где вообще там, ну, про всех своих бывших коллег расписал... Не очень интересно. Ну, просто, да. Вот, как вы считаете, здесь вот такой вопрос журналистский, который вот нас с Соней может интересовать. Кстати, у тебя тоже не так все просто с коллегами-то... Это не то слово, понимаешь, да, поэтому да. Я вот просто хочу сказать, кто должен, условно говоря, вот, не хочешь слово говно употреблять, но другого нет, вот вытаскивать? Бывшие коллеги больше права имеют или профессиональные люди, именно журналист, журналист должен взять и вот что-то там раскопать? Я считаю, что, наверное, журналист грамотный, но так случилось, что в последнее время, вот, я просто на своей практике, приезжают какие-то журналисты, задают вопросы, я понимаю, что они даже тем не понимают. Они сказали, слушай, иди вот к этому, и задают вопросы, они даже не изучают, они даже вообще не понимают, о чем они спрашивают. Вот проблема. Проблема в том, что у нас, братья журналистка, превратилась, я даже знаю, во что, честно. Есть такой, да. Честно. Они не понимают, что они спрашивают, не понимают темы, не готовятся. У них набор дурацких, глупых вопросов. Одних и тех же. Одних и тех же, да. Да, все. Очень мало ребят или девушек, которые анализируют, которые вникают в тему. А потом самое страшное, что сейчас все каналы радиостанции в погоне за рейтингами придут, приходят, вроде хорошо беседуешь, все нормально. И даже журналист хороший попался. А потом две-три фразы вырваны, все перемонтировано. У нас прямой эфир. Нет, 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 я не пропередил. Да, да, да. Мы красавцы. Ты сейчас задаешь вопрос про то, что происходит. И все. Тут недавно в интернете, кто-то пишет, вот тут такая-то программа была, какой-то смертельный, как по ТВЦ, какой-то смертельный рэп, что-то такое. Там, я думаю, надо посмотреть. Половина программы про Шуру, еще кто-то, еще кто-то, немножко про Михея, и все, вот смертельный рэп. Девяностые, смертельный рэп, какая-то чушь какая-то собачья. Ну, просто наркотики. А вот мы к украинской теме вернемся. Действительно, очень сильная там музыка, музыкальная культура. И музыка, и тексты, и ребята все симпатичные, отличные. Вот заявление Олеги Скрипки про то, что те, кто не может освоить мову, нужно поселять гена. Скрипка просто мудак. Ничего себе, прямым словом. А я не знаю, это слово, мудак, оно как у нас дурак, идиот. Вы в два. Активная, нет? Вообще-то нет. Нет. Мы этого не говорим. Вы не слышали. На это наша трансляция заканчивается. Но он реальный идиот. Реальный идиот. Вот среди артистов есть талантливые, но идиоты. Он талантливый, по-моему. Или он действительно так думает? Весь идиотизм от этой конъюнктура. То есть, это не то, что он так думает, а потому что он посчитал, что так думает. Хотя, черт его знает, может, он настолько еще раз скажет, что вы идиот, что он так думает. Ну, на языке же у него все это. Ну да. Понимаешь, да? Вот удивительно это делать. Потому что, конечно, меня поражают все эти списки. Вы, кстати, въездной на Украину сами? Не знаю. Мам, вы уже эти списки, я даже не понимаю, как они составляют. Я понятия не имею. Въездной. Я даже не собираюсь туда. Когда там, может, если что-то поменяется. Срок это как медаль получить. Ну, не уверен, что это медаль. Мне вообще всю жизнь нравился Киев. Вообще один из любимейших городов. Одесса вообще шикарная. И так жалко, что все это произошло. И мы раньше часто летали в Одессу и в Киеве. Помните, круизы были из Одессы? Миспрессо. А вообще вот на дискотеку все, на Ибицу. Потом я дружу с футболистами. У меня приятель Андрей Воронин такой. Он в России играл. Он сам из Одессы. Мы часто к нему. То есть туда приезжали. Мне так нравится Украина. И люди шикарные. И по-русски прекрасно говорят. Да все. Понимаешь, что там сейчас происходит. Я вот поэтому не понимаю, где там пропаганда. Но это по ощущениям закончится. Или все, или мы навсегда уже враги. По ощущениям. Не брать, а не брать. Вот как. По ощущениям. По ощущениям это как-то жестко закончится. То есть войной. Я думаю, сначала гражданка есть. Там. Ну, то, что там сейчас происходит. Ну да. Мне кажется, закончится серьезной гражданской войной. Рано или поздно. Но не может быть такого. Может быть, я ошибаюсь. Но ответственность людей в шоу-бизнесе есть? Есть. Да. И у нас тоже. И у нас есть. Не надо, нельзя никогда. То есть я понимаю, есть патриотизм некий. Но есть граница патриотизма. Более того, братья, у нас же никто не запрещает украинских артистов. Да. Нет. Въезжай в ежай. Ради бога. Да. Что это такое? Если ты так уверен в своей правоте, то почему? Зачем ты должен? Ну, у нас вот запреты на выступление «Машины времени», про которые Андрея Вадимовича Макаревича... А что, они прям реально есть запреты? Ну, вот я вот не знаю. Ты в это веришь? Я думаю, что... Вот мое мнение... Есть, наверное, местечковые какие-то... Мне кажется, что люди просто боятся скандала. Кто-нибудь придет, распылит этот баллончик перцовый, как вот было. Потом будет процесс. Я не уверен, что это... Я не уверен, что это какие-то запреты. Да всем наплевать, честно. Просто никто не хочет, мне кажется. Просто люди как-то... Есть, знаешь, некие чиновники или владельцы каких-то... Такие, знаешь, перестраховщики, чрезмерно осторожные. Такие немножко вот такие придурковатые вот есть. А вам запрещали что-нибудь? Когда-нибудь, да. Да, в вашей деятельности. Слушай, я всегда занимался тем, что запрещено было. В молодости занимался дискотеками, они были запрещены там. С их веком был, шил джинсы, а это было запрещено. Я всегда занимался тем, что было запрещено. Поэтому мне, наверное, что-то запрещали. А если сейчас вы столкнетесь с такой ситуацией, что большие начальники вам позвонят и скажут, что вот мы вашего артиста по тем или иным причинам не хотим. А у меня сейчас нет, слава богу, артиста. А вот если будет, как бы вы поступили? Я думаю, что... Ваш дух этот бунтарский у вас жив еще? Бессмысленно об этом говорить. Хорошо, я переформулирую с этим вопросом. Есть что-то такое, что может заставить Александра Толматского то, что называется словом «свалить». Свалить? Да, вот эмигрируйте в страны. Вот если погоды не будет, вот если погода... Климатические условия. Я думаю, климатические условия. В последнее время они начинают меня серьезно раздражать. Больше, чем у нас здесь шоу-бизнес в Майами сидит. Прям реально, да. Не холодно, просто не холодно. Ты вот смотри, сегодня какое уже у нас число-то? 17 мая. 17 мая, да. Вы вообще представляете, я не помню такого. Вот она, климатическая эмиграция. И Янке говорит, слушай, может, ну что-то поехали куда-нибудь. Ну я не могу, у меня дети в школе учатся.